Добрый день, уважаемые коллеги, товарищи, друзья. Ну, надо сказать, что вот наша сессия, сессия вторая, достижение лекарственной терапии, лечения опухоли, репродуктивной системы, очень актуальна, потому что 90% опухоли у женщин, это падает как раз на репродуктивную систему. И поэтому очень важно слушать различные аспекты, подходы. Терапия этих частых опухолей. Надо сказать, что вот совсем недавно, три недели назад, была Конгресс 24-й, где очень близкие тоже ставились задачи. Некоторые слайды, которые касаются вот этой проблемы, мы осветим в нашем докладе. Вот там было 45 минут, здесь 15 минут и так дальше. Что очень важно, что, конечно, мы ориентируемся при выборе системного лечения, прежде всего, на иммуногистохимические признаки, так и спейс-рецептах стероидных гормонов, например. Вот произошел как бы какой-то, не то чтобы переворот, но изменение в отношении гормонозависимости опухоли молочной железы. То есть опухоли, которые экспрессируют относительно редко, от 1 до 10%, раньше никогда и вообще не использовались для назначения гормонотерапии. А сейчас одна треть экспертов считает, что это есть показания для назначения эндокринной терапии. Ну и, конечно, вот в этих условиях, конечно, возрастает роль так называемых геномных анализов, которые уточняют истинную чувствительность гормонотерапии. И вот совсем недавно, в октябре этого года, в Барселоне состоялась конференция по раннему раку молочной железы, которая поставила вопрос о необходимости проведения там химиотерапии при риминальных опухолях. То есть опухолях, которые мы всегда относим к наиболее благоприятным. И председатель вот этой сессии, Сатирио, он вообще больше экспериментатор, но и в то же время занимается клиникой. Он считает, что вообще при риминальной операбельной форме опухоли вообще нет необходимости в химиотерапии. Надо проводить только гормонотерапию. Так как в невысокой шкале по онкотайп, промежуточной шкале, 96,8% пациента переживает 9, даже 10 лет. Точно так же и по системе Миндак, Маматри. Надо сказать, что врачи часто как бы путают, так называемый прогноз заболевания, который определяется, допустим, стадией, размером опухоли состояния глимпозов и предсказание предиктив. Так вот, эти два теста и новые, они предсказывают чувствительность или нечувствительность химиотерапии. Ну вот оказалось, что при промежуточном риске нет необходимости в химиотерапии. Вот, скажем, система Миндак или Мамапринт. Это председатель ЭСМА, Татима Кардоса, который считает, что 52% закрытых пациентов операбельных, но относятся к высокому риску, потому что есть региональные метастазы. Но они имеют низкий риск по системе Мамапринт. И поэтому они могут забыть, как она пишет, о химиотерапии. И голосование, которое было проведено всем участниками вот этой конференции 12-й в Барселоне, значит, 25% только считает, что все-таки нужна химиотерапия, когда все-таки опухоли операбельные, но высокого риска. Но если региональные метастазы, то уже одна треть поддерживает химиотерапию. Ну, так сказать, большинство, даже в этом случае, когда мы начинаем лечение, не даст неодеванты химиотерапию, не поддерживают химиотерапию. Вот хорошо, как бы разобрали, что там, допустим, большинство пациентов, судя по уже теперь 10-летним результатам, действительно не нуждаются в химиотерапии, потому что они мало чувствительны к ней. Вот. А что делать вот с теми пациентами, даже иллюминальным, который обычно метастазирует, или выявляется рецидив, не через 5 лет, не в течение 5 лет, а после 5 лет. Выснеивает рецидив. Химиотерапия немалочувствительна. Что делать? И вот в 20-м году и чуть раньше стала возрастать или поддерживаться роль оценки вот с помощью молекулярных сигнатур. Ну, в частности, вот, исследования Тейлор, Миндак и так далее, которые получили первый уровень доказательности после 15 лет исследований. Ну, а сказать, что вот маркеры, которые предсказывали бы чувствительность к лечению, там, допустим, химиотерапии, вот очень популярный МИК, Фокса 1 и прочее, фактически они пока очень мало могут предсказывать, и там еще требуется дальнейшее уточнение. Или, допустим, вот вторая строка экспрессии, циклинзависимые генназа 4,6, они определяют резистентность к заболеванию и преодолению этой резистентности с помощью, допустим, пабоциклиба, бемоциклиба, там, рыба, удается улучшить результаты лечения. И таким образом больные гормонозависимые опухоли приобретают новые, так сказать, позитивные черты в смысле более высокой выживаемости. Мутация Пиакитрисея, она, в общем, от 30 до 50% больных, и в том числе при рецептор-позитивных опухолях. Но здесь вот только после вот этой работы появления препарата Алк-Полисип, есть сдвиги хотя бы при таких распространенных опухолях 4 стадии. Мутация ESR, или которая кодирует рецепторы стриминарного альфа, ну, они изначально редко встречаются, с 4%, но если пациент получает гормоноторопию, допустим, гибиторармотазы, то уже в 20-30% возникают мутации, они становятся нечувствительными отличиями. Ну вот мы пока можем выделить только препараты с эксклюзависимыми, с эксклюзависимыми киназами 4,6. Вот уже известно, вот проведены работы, четвертая стадия, они одеванты, где эти препараты высокоэффективны, они улучшают результаты лечения, ответ на терапию. И, конечно, естественно, что сколько 90 или там 80 пациентов, нуждающихся в гормоноторопии, это одевантное лечение. То есть подавляющее большинство с рецептором позитивного опуха нуждаются в одевантном лечении. Эффект, который часто исчерпывается уже к 5 годам терапии. Вот проведено 2 исследования одевантного применения ПАО-БАЦИКЛИБА, это ПАО-ЛАС-СИСЕМА, и АБЕМАЦИКЛИБА, МОНОРХИЯ. Вот что странно, что в одном исследовании они очень схожи. АБЕМАЦИКЛИБ и эндокринной терапии улучшают результаты. Вот правый рисунок, график. А ПАО-БАЦИКЛИБА плюс эндокринной терапии эффекта не дает. Двухлетняя терапия. Непонятно, необъяснимо. Ну, когда стали более подробно рассматривать вот это исследование, то оказалось, что в исследовании МОНОРХИЯ или МОНОРШИТ в основном пациенты высокого риска. 100%. Или большая опухоль, но операбельная, или множество метастаза ДИМФУЗЛА. Причем это именно одевантная терапия. И сроки наблюдения очень недостаточно, чтобы дать оценку. Поэтому в этих условиях сейчас проводится исследование Наталья с участием нашего отделения, нашего инсультата с Петром Владимировичем Кривородкой. Мы начинаем этот проект. Ну, так сказать, продолжаем. Он уже начинался, теперь мы продолжаем. Может быть, это исследование, там будет трехлетняя терапия. Может быть, оно даст, наконец, четкую картину, когда следует применять ингибитоциклинезобисимый феназ и другие препараты. Ну, когда достигается полный регресс в результате неодевантной терапии, проблем особых нет. Там различные подтипы заболеваний в целом протекают неплохо, включая трижды негатив. Но если возникло остаточное, резидуальное заболевание, здесь, конечно, существенно. Ну, мы все уже знаем вот это исследование чердопозитивных опухолей, когда с помощью препарата ТДМ, как все удается все-таки влучшить результаты лечения, или там, вот тоже, палбоциклип тоже эффективен, если это гормонозависимый опухоль, вот, резидуальное заболевание, или препарат алопарип при наличии мутации. При трижды негативном раке стандарт, как известно, после работы масуды японцев, капецилабинксилода. Но как-то никогда не рассматривался так широко и официально препарат Эребудин-Халавин, хотя он как раз эффективен после исчерпания эффекта антрациклиных и таксанов. Но так или иначе, чаще всего и наибольшие неприятности у него известно, трижды негативный рак. Он настолько многообразен, что иногда очень трудно подобрать эффективные лечения, тем более не говоря о четвертой стадии, даже распространенный опухоль после неодевянной терапии. Конечно, здесь много будущих перспектив в том синге иммунотерапии, ингибитор ПДЛ. Но центр трижды негативного рака капецитабин это стандарт. есть немало работ о препарате Рибулин, который тоже можно было бы использовать, и потом мы покажем некоторые работы в терапии, постнеодевательной терапии, лечении резидуального заболевания. Надо сказать, что вот американское исследование, они опросили многие центры, 39 учебных учреждений, где выяснилось, что половина пациентов получали Рибулин, вот 18% вот этот стандарт капецитабин и 30% гемцитабин. Но оказалось, что вот именно в группе пациентов, получавших Рибулин, оказались наиболее такие вот привлекательные результаты. Но тут пока общая выживаемость одногодичная, она заметно выше, чем капецитабин гемцитабин. Ну это вот такое. Ну и делается вывод о том, что можно добиться с помощью Рибулина, имеющего управляемый или более легко переносимый управляемый профиль переносимости и назначать в качестве вот такого в том числе постнеодевантового лечения. И второе вот большое исследование Power тоже из Америки назначение Рибулида у пациентов рецептор позитивной опухоли, который получали до этого гормонотерапию, включая индивиторы циклинозависимых киноз и эффект исчерпался. Оказалось, что почти одна треть пациентов вот этих больных ответили на терапию Рибулина. Ну, поэтому вот соответствующие выводы о том, что эффект Рибулина не зависел в принципе от того, как воздействует ингибитор циклинозависимый киноз, он по-прежнему сохранялся ответ на химиотерапию. Вот наша работа в институте, которая была проведена, когда оценивался Рибулин в комбинации с капицитабином, вот то, что было упущено японцами, вот здесь были получены, вот эта комбинация дала много обещающих результатов, в результате чего эту схему стали все шире применять в некоторых странах. Неудивантная оценка Рибулина. Вот это была работа международной группы, которая назначали Рибулин после лечения антрациклинами и токсанами. Ну, ожидалась, конечно, высокая эффективность, что, к сожалению, все-таки не подтвердилось вот такой вот большой отрыв за счет Рибулина. Ну, какая была допущена, не то, чтобы ошибка, а дело в том, что, вот исследование ПОСВАН, что Рибулин эффективен примерно у 60% пациентов, когда исчерпался эффект антрациклинов и токсанов, то есть резистентных к антрациклину и токсану, тогда он хороший, он работает. А вот назначение такое последовательное, когда резистентности еще нет, конечно, оно значительно ниже. Это вот будет учитываться в последующем. Вот наша естественная Лариса Павла Гигалаева оценивала внеодеванте Рибулина сочетание с карбоплотином против патриотоксала. Ну вот клинический ответ очень схожий результат. То есть у половины больных удается достичь полного клинического ответа. Патоморфологически, но здесь достигается пятая степень миллерпения, то есть полное исчезновение первичной опухоли, не учитывая состояние лимбоза. Ну, почти 40% отвечают на лечение. Ну, каких отличий, так сказать, в сравнении с токсаном особых нет достоверных 0,3,17. Но, тем не менее, здесь есть большие возможности использовать нетоксичные препараты Рибулина в качестве неодевантотерапии. Ну, как мы уже говорили, два агрессивных рака, это трижды негативный и еще два позитивный. Вот, к сожалению, рано или поздно заканчиваются рецидивные заболевания. Какое продолжение, что делать дальше? Ну, предлагается иммунотерапия, потому что уже есть работы, в том числе и в нашем институте, которые показывают, что проведение даже химиотерапии будет к улучшению некоторых иммунологических показателей. Все пропадает. Все такое да, вот оценка, ну, здесь как бы показана опухоль институте, в общем, пациент, так называемый, который сама по себе дает больше прогностическую значимость, чем с теми злокачественности и экспрессии вот, при ХЕРТ-2 позитивных и трижды негативных опухол. Вот у нас большая эта работа продолжается. И уже есть результаты, вот, скажем, исследований импазин-130, который докладывалось, кстати, вот в Барселоне. Они совершенно, так сказать, достоверные показатели общей выживаемости у пациентов, получающих отезолизумаб. Ну, вы знаете, это отезолизумаб, это ингибитор гиганда патрионадии. Вот наше исследование, импазин-130, его так называют неотрип, в том числе в нашем институте, в основном это были итальянцы, он и руководил этой программой, мы соучаствовали. Зависимость от тезолизумаба только у пациентов с позитивным, то есть экспрессией педилоген. Тут еще, в общем, много, как бы, работы впереди. Ну, и потом нужны сроки наблюдения, не одногодичные, а там, три и так далее, чтобы оценить. Ну, в общем, это очень привлекательная часть, и, конечно, мы рассчитываем на успехи, в том числе иммунотерапии. Вот здесь краткое заключение о том, что сейчас, конечно, развивается направление оценки опухоли, внеопухоли, ДНК, вот здесь очень как бы доморфологического исследования оценка ситуации, вот, ксенатаза. И вот здесь мы вот как бы в рамках интерактивного голосования предлагаем аудитории посмотреть, что бы они назначили вот при трижды негативном раке, и когда уже есть прогрессирование на токсана антоциклинных и карбоватения, какие рекомендации? Назначить вот по стандарту капицитабин или рибулин, или сочетание вот как вот аэробитин совместно с японцами рибулин плюс капицитабин. Как бы аудитория проголосовала? Вот первый вопрос. Владимир Владимир Владимирович, большинство, 63% проголосовало за рибулин, а если посчитать комбинацию рибулина с капицитабином, то это получается более 80% проголосовало за применение режима на основе рибулина. Тогда еще один вопрос. Второй. Ну вот тоже здесь рецептор позитивный. Опухоль гормонозависимый. Пациенты получали и химиотерапию, и получали гормонозависимые ингибиторы, ароматазы, пазлатекс, потом ингибиторы ингибиторы независимых и нас вот принцессы заболеваниям, метастазов, костя, печени, чтобы аудитория, чтобы врач назначил, какой бы они сборки шлем. Голосование длится 10 секунд, поэтому вот в протяжении 10 секунд у наших слушателей есть возможность высказать свое мнение. Владимир Федорович, за рибулин проголосовало 72%, за комбинацию рибулина с капицитабином 22%, и того 94% за режимы на основе рибулина. Последний вопрос. Резидуальное заболевание, вот, женщине 50 лет, трижды негативный рак, получала уже схема отцепа, фитоксев, карбоплотин. Вот рекомендации. Вот мы знаем стандарт капицитабина, это здоровый стандарт, а если мы знаем, рибулина или нет, рибулина, как мы проводили это исследование. Владимир Федорович, здесь мы можем столкнуться с регистрационным удостоверением рибулина, которое можно назначать только в том случае, если по поводу метастатической болезни проводилась уже первая линия. Но в данном случае, наверное, консилиумом возможно рассмотреть, если рассматривать непосредственно первую линию неодевантной терапии, как первую линию и ранний рецидив, то аудитория проголосовала практически 90% за режимы на основе рибулина. Хотя были и 9% за капицитабин. тем более, что две работы подтверждают. Спасибо. И тогда, если вопросов нет... Донбассе Донбассе ГОЛОДИТМЕНТО ГОЛОДИТМЕНТО ... ГОЛОДИТМЕНТО ... Донбассе